Здравствуйте, участники семинара. Меня зовут Губенко Андрей Александрович, и я заместитель директора школы, где мы находимся, школы Олимпийц. Мы рады вас приветствовать на наших кортах обновленных, если кто-то был здесь, могут это заметить. Нам приятно, что эта конференция опять начинается на кортах нашей школы. Позвольте вам представить первого докладчика Алексея Викторовича Иванцова. Тема его доклада называется «Современные методики технико-тактической подготовки игроков 5-7 и 8-12 лет». Пожалуйста, давайте поприветствуем. Здравствуйте, все участники. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Спасибо организаторам, что снова предоставили мне возможность выступить сегодня здесь перед вами. Когда в 2011 году я со своими учениками показывал, как мы занимаемся красными, оранжевыми и зелеными мечами, это было что-то новое. В 2013 году я снова показывал так же со своими учениками, как мы занимаемся такими же мечами. Это уже было знакомо. Сейчас 2017 год, и уже всем известно, что на начальном этапе обучения можно заниматься красными, оранжевыми и зелеными мечами. Я думаю, что через какое-то время, очень скоро, это уже станет стандартом, что все вначале будут использовать мечи, облегченные для тренировок детей с самых первых этапов обучения. Сейчас уже в Москве у вас очень много проходит турниров на разных уровнях, красный, оранжевый, зеленый. Точно так же по России очень много турниров проходит с использованием таких мечей. Я очень часто бываю на таких турнирах, но заметил такую тенденцию, особенно это на турнирах красный мяч. Очень много детей, которые вообще играют на турнирах красный мяч, это дети, которые являются больше штучным продуктом. То есть это больше какие-то дети индивидуальные, дети с ранней специализацией. Они больше всего успешно выступают на таких турнирах, чем те дети, которые тренируются в группах. Это говорит о том, что тренеры многие до сих пор при тренировке детей 5-6 лет красными мячами используют те же методики в обучении, которые использовали раньше при обучении детей 7-8-9 лет обычными желтыми мячами. Хотя, наоборот, на самом начальном этапе обучения, особенно красным мячом, наибольшее преимущество можно получить в обучении, используя именно групповые тренировки. Отсюда вопрос. Когда мы учим, мы учим действительно тому, что нужно в начале, или тому, что мы считаем нужным, что знаем. Большинство тренеров очень много знает о теннисе, но не много знает, не знает столько же много о детях. Вот, например, в прошлом году я выступал здесь с докладом геймификации теннисных тренировок. И я понял, что не для всех тренеров тема оказалась раскрытой. Только лишь, я так понял, что, скорее всего, это из-за того, что сама среда тренировочная у них не является игровой. Им просто не нужны эти методики. Они больше акцентируются на технике, чем на навыках. В чем различие между техникой и навыком? Мы ведь учим и техники, и навыкам, но между ними есть разница. Какая разница между техникой и навыком? Кто вот подскажет? Навык умения доведен до автоматизма, а техника – это правильно выполненное движение. Ну, в принципе, практически все правильно. Значит, навык – это способность что-то делать, способность выполнять какое-то действие, а техника – это то, каким способом мы это выполняем. Например, я сейчас покажу удар правильной техникой, которой меня учил тренер. То есть буду думать о своей технике. Удар. И я удар выполнил той техникой, которой меня учил тренер, но мяч оказался в ауте. То есть если думать только о технике, то не всегда будет хорошо. А если же я буду думать о навыке, но в контексте результата, то я выполню этот удар вот так. И если во время игры все время думать только о технике, а не использовать навыки, то у вас ничего не получится. Поэтому мы должны учить не только технике, но и навыкам. Потому что их больше мы применяем во время игры. Поэтому и начинать объяснение упражнения нужно со слов «мы будем учить это для того, чтобы», а не со слов «сейчас мы будем учить это». Тема моего сегодняшнего выступления будет основная тема – это игровые ситуации прием и подача на красном корте. Это наиболее часто применяемые игровые ситуации на начальном этапе обучения на красном корте. И мы с вами рассмотрим эти темы в прогрессивном развитии от простого к сложному. А используя адаптированный инвентарь и специально созданную тренировочную среду игровую, мы заставим детей, научим их с самого начала начинать применять тактические решения, которые они потом смогут применять и на следующих игровых ситуациях. Это игра на задней линии, игра у сетки. Ну что, я хотел поприветствовать своих юных мастеров. Сейчас они к нам подойдут, я вам их представлю, и мы с вами начнем. Так, друзья, подходим ко мне. Все участники сегодня, которые здесь будут вам показывать, они 2011 года, им в этом году исполнилось 6 лет, они уже занимаются 2 года. Не все эти упражнения, которые мы сегодня будем с вами показывать, они уже выполняют хорошо, они еще в стадии обучения, они еще не закончили красный корт, и некоторые навыки у них уже освоены, некоторые развиваются. Постройтесь, друзья мои. Мы сегодня начнем разбирать игровые ситуации приема и подачи с начального этапа обучения красного корта. Но перед тем, как дети попали у нас на группу красный мяч, они еще прошли подготовительный этап обучения в группе малышей, где они проходили школу мяча. В этой группе они больше делали акцент на ловле, броске, катали мячики, бросали, набивали. И сейчас мы с вами представим, что у нас группа красный мяч, с самого начального этапа обучения. Дети, которые умеют только лишь катать мячик между собой, бросать и набивать. И мы постепенно будем учить игровые ситуации приема и подача с тактическими какими-то решениями на самом начале этапа обучения красного мяча. Так. Ну что, где-то мы с вами построимся. Давайте мы здесь с вами построимся, пожалуйста, на этой линии. Вот сюда. Так, друзья, сейчас мы с вами будем учить самый первый удар в теннисе. Кто знает, какой самый первый удар в теннисе? Подача. Подача, правильно. Если мы с вами научимся этому удару, то мы с вами сможем играть в теннис и участвовать в соревнованиях. Давайте посмотрим, как правильно выполнить подачу, чтобы игра началась. Что является у нас правильной подачей? Давайте у меня будут два помощника. Кто будет помощником? Давай, Дима, выходи ты сюда. И Олег, иди на ту сторону. А вот здесь, вот здесь, Олег. Или там, может, переходи. Давай, давай. Так, Олег положит свою ракетку под сеточку. Входи сюда. Дима будет брать мячки из полного ведра и подавать Олегу. Чтобы подача была правильная, нужно сделать такой удар, чтобы друг поймал с одного отскока. Хорошо? Это будет читаться правильно. Давайте посмотрим. Вот у тебя домик, мы с него будем подавать. Так, хорошо. Только давай. Значит, дети, самая-самая первая подача, которую могут выполнять дети, это подача снизу. Поэтому давай покажем подачу снизу. Хорошо? Давай. Так, это правильный мяч? Все, это правильный мяч. Поэтому он идет тебе в ведерко. Складывай. Как только у Димы будет пустое ведро, подавать будет Олег. Дима положит ракетку и под сеточку. Так, ну что, понятно? Сейчас я еще вам поставлю такие же. Занимаем. И красный. Я обращу внимание, что я не смогу вам сейчас передать ту игровую среду тренировочную, которая у нас присутствует на корте, потому что я больше вам буду комментировать, что мы делаем, и как это изменяется, и как это обучается, что нужно делать, чтобы вы смогли изменить эти упражнения. Потому что их очень много модификаций. Поэтому мы будем больше показывать для вас упражнения, набор упражнений, а не конкретно отдельную тренировку. Как развивается процесс развития точности, если говорить конкретно сейчас про наш навык подачи. Если просто выполнять действия, конкретно сейчас удар идет, то это хорошо. Если же добавить какую-то мишень, сейчас у каждого мишени есть его напарник, то это уже еще больше повышает процент. Если мишень живая, то еще выше процент. Если эту живую мишень заставить сделать какое-то действие, процент еще больше повышается. Если после каждого действия идет оценка своего результата, то процент точности еще повышается. Вы меняетесь ударами. Вот так. Дима, конечко. Дима, я подал. Ну вот, самая первая наша игровая ситуация, которую могут выполнять дети на самом-самом начальном этапе обучения. Так, друзья, давайте соберемся сюда. Давайте еще раз здесь построимся. С помощью специальных наводящих вопросов и советов мы будем выделять наиболее успешные наши действия и обращать внимание на какие-то ошибки. Так, что нам с вами помогало правильно делать нашу подачу? Кто мне подскажет? Давайте еще раз наши помощники. Это Дима и Олег, встань на ту сторону. На какие акценты нужно уделить внимание? Значит, Олег, положи, пожалуйста, ракету. Или у кого? У тебя мячи, да? Все, значит, ты положи ракету. Так, Олег, перед тем, как ты... Ну, просто дети у нас уже это упражнение освоили, поэтому я буду рассказывать, как будто мы в самом начале, да? Олег, перед тем, как ты подашь мячик, ты должен посмотреть, готов ли твой друг, хорошо? И спросить у него, готов он или нет. А как у нас должен быть друг готов? Дима, покажи, пожалуйста, как ты покажешь свою позицию готовности. Когда вы были маленькие, мы вас учили лазерному зрению. Помните, что такое лазерное зрение? Что такое лазерное зрение? Смотреть на тренера. Смотреть на тренера, когда он объясняет задание, да? Чтобы услышать задание. А теперь вы должны смотреть лазерным зрением не на тренера, а на подающего. И тогда, Дима, ты сможешь поймать этот мячик, хорошо? Значит, смотрим внимательно на игрока. Игрок сначала спрашивает, готов ли принимающий, и после этого подает. То есть мы им задаем самые первые какие-то ритуалы для подачи и приема. Помимо того, что у нас Дима включает лазерное зрение, он еще ножками работает внимательно. Процесс обучения навыка идет у детей особенно хорошо на различии. То есть мы должны теперь научить их дифференцировать свои усилия и задания. Поэтому мы сейчас сделаем... Очень внимательно. Что мы с вами должны сейчас делать? У нас здесь домики будут вот на таком расстоянии. Здесь у нас будут... Подальше. И здесь совсем близко. Так, ну что, давайте попробуем теперь... Поприменяем эти наши приемы. Лазерное зрение, быстрые ножки, готовность принимающего. И выполняем наши мячики, но уже на разных позициях. Значит, команда красных выполняет на близком расстоянии. Команда зеленых на среднем. И команда желтых на большом расстоянии. Так, Леша и Данила, идите сюда ко мне. Давайте вы пока подождите с Денисом. Так, ну что, давайте попробуем. Вот сейчас у этого упражнения очень большой вариант. Очень много вариативности. То есть сейчас мы просто дифференцируем именно усилия. То есть далеко, близко. Что еще можно делать? Высоко. Какие траектории, какие характеристики у мяча есть? Высоко, низко. Направление вправо, влево. А вот изменяя эти... Если мы хотим, чтобы у нас дети были не деревянные, а чтобы они могли играть с разными усилиями, мы должны во время этих игровых ситуаций создавать разную среду. Есть еще сетки, которые, знаете, поднимаются высоко, чуть-чуть выше поднимаются. Вот если мы сейчас одну из сеточек поднимем выше, то для какой-то пары мы могли бы задать мотив на изменение высоты. Так, поменялись. Красная команда у нас переходит на желтая. Зеленая команда переходит на красная. А желтая переходит на зеленая. Так, если говорить о тактическом нашем мышлении, то, что мы хотим привить нашим ученикам с помощью нашей среды, с помощью нашего адаптированного инвентаря, как развивается когнитивное и физическое мышление игрока. Сначала игрок «я», то есть только «я». Потом добавляется «я» и «мяч». И потом уже добавляется «я», «мяч» и «соперник». То есть что значит «я»? «Я» – это значит ребенок, вот конкретно сейчас, на самом начальном этапе обучения, он больше даже борется, знаете, сам с собой. То есть у него еще нет координации, и он работает только больше над стабильностью. Как только его координация позволит ему уже с собой справляться, он себя будет увереннее чувствовать на корте, уже можно принимать какие-то первые тактические мышления относительно мяча. И когда уже ребенок, когда его физическое развитие и умственное позволяет ему не только справляться с собой и с мячом, тогда уже можно думать о том, чтобы действовать как-то против соперника. Вот это и есть та вертикаль тактического развития игрока, которую мы сегодня будем преследовать. Итак, первая игровая наша ситуация – подача. Мы с вами разобрали. Все, спасибо. Давайте, пожалуйста, мячики все соберите и ведерки принесите мне сюда. Спасибо. Так, ведерки складываем туда и собираемся здесь снова. Давайте к мячику. Так, это с того корта. Все, построились, построились, построились. В предыдущей ситуации игровой мы особо не делали акцент на какой-то соревновательной практике. Как развивается в соревновательной прогрессии любое упражнение? Любое упражнение сначала нужно выполнять самостоятельно. Потом уже мы выполняем его совместно с напарником, когда мы научились его выполнять самостоятельно. После того, как мы с напарником успешно выполняем это упражнение, мы можем совместно соревновательно выполнять. То есть мы можем уже парой бороться против другой пары. И лишь пройдя вот такое вот сначала командное сравнение, потом уже можно переходить к соревновательной практике на этом упражнении. Это называется система SSS. От самостоятельной через совместную к соревновательной. Вот сейчас наша следующая игровая ситуация – прием. Здесь мы попробуем поприменять эти методики. Итак, теперь, чтобы нам с вами начать уже играть вместе с другом. Так, а ну-ка, возьмите, пожалуйста, ракеточки правильно. Как мы с вами учили держать правильно ракетки? Так. Хорошо. Для чего мы так держим ракетки, кто мне скажет? Чтобы не ударить друга. Чтобы не ударить друга, да? Хорошо. Это правило у нас называется как? Любимая? Любимая ракетка. Любимая ракетка. Если, ты же не хочешь, чтобы тебя он ударил ракеткой? Не хочешь. И ты не ударишь его, если ты не будешь махать ракеткой. Хорошо? Возьмите правильно ракеточки, включите свое лазерное зрение и послушайте меня. Сейчас мы будем использовать те наши приемчики, которые мы с вами учили на прошлом упражнении, чтобы выучить наш следующий удар, который называется прием. Если вы его выучите, вы сможете уже начинать играть с другом на счет. Итак, что нужно сделать, чтобы правильно выполнить прием? Давайте у меня новые два помощника. Эми и Маргоша. Давайте, занимайте места. Эми, ты положи ракетку сюда, а Рита будет с ракеткой. Маргоша. Так, можно нам один мячик, пожалуйста? Мячик, мячик. Хороший, правильный прием – это такой, который вы сможете направить прямо в руки своему другу. Хорошо? Давайте посмотрим, сможет ли Маргоша отбить удар правильно, так, чтобы Эмис его поймала. Так, это правильно? Правильно. Молодец. Давай еще. Так, это неправильно. Значит, давайте с вами сделаем так. Если у нас будет правильно, то наша фишка передвигается по нашей лесенке на один шаг вперед. И мы с вами должны будем пройти всю лесенку. Какие мы с вами использовали приемчики, чтобы выполнить подачу, помните? Значит, принимающий у нас должен быть готов. Посмотри на нее. Готова она? Что значит готова? Ножки у нас готовы. Лазерное зрение у нас работает. И еще одну секундочку я расскажу нашим зрителям. У почти у всех ракеток новых Бабалат и у ХЭД на ракетках нарисованы такие вот глазки. То есть лазерное зрение есть не только у игрока, но и у ракетки. Это сделано для чего? Покажи, пожалуйста, как глазки ракетки должны смотреть на тебя. Вот так, да? Значит, а... Ну покажи для наших зрителей. Да, лицом. Лицом встань и покажи к ним. Так, вот глазки ракетки смотрят на тебя, да? А твои глазки смотрят куда? Сейчас на зрителя, да, а потом на подающего, да? Чтобы ты успела увидеть бросок и смогла отбить. Очень важно детей научить именно первой концентрации, потому что их внимание полностью рассеянное. Они подают, когда отвернулся, другой бьет, когда его напарник не готов. Поэтому вот эти маленькие нюансы, они очень важны. Эта концентрация потом поможет детям. Это, считайте, это первые ритуалы вы задаете на подаче, на приеме. Итак, чтобы мы смогли с вами выполнить прием, включаем лазерное зрение, настраиваем глазки ракетки, ножки и подаем. Давайте. Правильно. Ну что, давайте попробуем. Расходимся по местам. Значит, Дима и Тарас, вы давайте пока минуточку отдохните, хорошо? Сейчас вы в следующем упражнении выйдете. Итак, наша команда сейчас работает как одна общая команда. То есть мы все вместе, друг за другом. Одна сторона у нас только принимающая, вторая сторона только подающая. За каждое правильное действие ученик ставит фишку на один шаг по лесенке. Это опять мы работаем над нашей точностью. После каждого действия пара видит конкретно свой результат своего действия и переставляет фишку. Это можно, если использовать приемы геймификации, это можно назвать нашей миссией. То есть наша миссия – это выполнить всю лесенку. На начальном этапе обучения для детей это будет довольно-таки нелегко, потому что это самые-самые первые их удары. Вы видите, как просто добавить какой-то режим или элемент игры уже поднимает заинтересованность у детей. Значит, мы прошли всю лесенку. Молодцы, вы все справились и получаете пятерки. Давайте соберемся здесь еще раз. Дима и Тарас, тоже подходите к нам. Так, Ксюша, ты сможешь поставить фишки? Вот только на желтый. Хорошо? Поставь там. Я нужна желтая, синяя, зеленая фишка. Так, ну что, друзья, сейчас мы с вами поучаствуем в гонке. Попробуем уже посоревноваться друг против друга. У нас будет три команды. У команды красных будет красная гонка, у команды желтых желтая гонка, у команды зеленых зеленая. Что нужно сделать, чтобы ваша гонка сделала один шаг по лесенке? Давайте я вам покажу. Станьте два первых помощника, Ксюша и Маргоша. Хорошо, да? Хорошо, сейчас попробуем. Так, Маргоша, ты свою ракетку клади под сеточку. Хорошо. Отдавай Маргоше мячик. Итак, опять же, помните, что нужно учиться на различии. То есть то, что мы сейчас вам с вами показали, это просто был, так сказать, первый самый макет упражнения. Его можно очень много видоизменять. Если, например, мы сейчас заставим детей не просто ловить мячик, а ловить мяч без отскока, что это нам придаст в упражнении? Во-первых, это и будет уже работа над техникой. Дети будут теперь не просто тыкать мячик, а им придется обязательно добавлять сопровождение мяча. И тем самым они увеличат длину своего удара и заставят своего соперника поймать мячик уже без отскока. Это и есть то, что мы с вами, помните, работали над точностью. Мы заставляем нашу движущуюся мишень сделать конкретное действие. Значит, чтобы наша фишка сделала один шаг вперед, Маргоша, ты должна будешь поймать мячик без отскока. Хорошо? Может быть, тебе будет лучше стоять, наверное, где-то вот здесь. Давайте попробуем, посмотрим, как является правильный прием. Это правильно? Нет, фишка не двигается. Нет, неправильный, подожди. Это правильно. Значит, Ксюша, тебе нужно, что нужно сделать друзьям, которые будут выполнять сейчас прием? Нам нужно длинненько проводить ручку вперед, вести далеко, так, чтобы мячик долетел прямо до друга. Хорошо? Давайте еще раз попробуем. Маргоша, встань, покажи. Посмотрите на Ксюшу, как она будет удлинять. Можешь подходить поближе немножко. Так, ну что, видите, это нелегкое упражнение. Ну что, попробуем? Так, все. Значит, у нас кто сейчас пока отдыхал? Давай, значит, выходите. Выходите, раз, ты сюда становись. Ну иди пока еще с Димой. Да, да, Эмми, туда дальше. Дальше, 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 дальше. Вот это упражнение уже довольно-таки сложное, потому что дети должны уже не просто подавать Эмми. А помнишь? Нужно посмотреть, готов ли друг спросить у него. Готов. И только после этого бросать. Только у нас наоборот. Давай ты будешь с ракеткой, возьми ракеточку, а ты будешь подавать ей мячик, чтобы ты переставлял свою гонку. Изменяя вот этот вот соревновательный элемент, вы очень сильно можете менять саму среду упражнения. То есть, если у нас вначале была общая фишка, все старались больше на качество, то сейчас мы уже задали мотив на скорость, да? Потому что у каждого есть своя собственная фишка, и каждый старается сделать быстрее других. В каких-то упражнениях это хорошо, в каких-то упражнениях это наоборот будет плохо, потому что повышенный темп может будет мешать технике исполнения этого упражнения. Это уже вы сами должны будете подбирать, смотреть. Мы сейчас просто вам показываем саму механику выполнения упражнения. Так, Тарас, подходи поближе, подходи, подходи, подходи. Подходи, можешь? Давай вот отсюда примерно. Вот постепенно уже можно начинать детям давать какие-то, принимать первые, самые первые такие тактические решения. Что они могут делать в этот момент? Ну, во-первых, смотрите, ловцы у нас, они на самом деле не просто сейчас занимаются ловлей мяча, они сейчас учатся читать мячик, они прогнозируют отскок, они постоянно смотрят на бьющих, то есть они получают ту базу отскоков, которая им в будущем поможет антисипации, да, то есть предвидению, предугадыванию удара. Так, ну-ка, давайте все соберемся. Соберемся, пожалуйста, сюда. Соберитесь сюда, пожалуйста. Сюша, давайте сюда, сюда. Мы сейчас с вами поменяемся местами. Поменяемся сейчас местами. И попробуем, перед тем, как мы будем бить, Эми, стань просто сюда. Перед тем, как мы будем выполнять удар, мы скажем, какой рукой мы будем бить, правой или левой. Это нужно будет сказать до удара. Хорошо? Стань, Дима. Дима, давай туда, пойди покажи. Олег, сюда. Так, Олег, положи ракеточку. Дима, бери свою. Значит, Дима, до удара постарайся сказать, какой рукой ты будешь бить. Так, где наши мячики? Давай. Давай, давай, давай. Неправильно. Неправильно, но он сейчас постарается еще раньше сказать внимательно. Так, сейчас. Ну что, вот теперь нам нужно выполнить то же упражнение, но перед ударом обязательно говорите, какой рукой вы будете бить. Так, Сюша, иди сюда. Пойдем, пойдем со мной. Давай сейчас. Пока потихоньку. Подожди, хорошо? Так, где еще у нас один групп? Маргош, иди сюда. Так, мы должны точно так же с вами ловить мячик без отскока. Без отскока. А бьющие наши должны сказать, какой рукой они выполняют удар. Фишку ставить? Да, фишку переставляем, конечно. Наша гонка продолжается. Правильно? Давай еще попробуем. Подходи поближе. И? Подходи поближе. Подходи лишь поближе. Так, ну что, чья гонка едет вперед? Уже красная и желтая тачка, они уже плачут. Последние самые. Давайте повнимательнее постараемся. Эмми, посмотри внимательно. И называем цвет. Тарас, подходи поближе. Подходи чуть поближе. Эмми, больше протягивая ручку. Хорошо? Что должен делать тренер в этот момент? Он как раз таки сейчас и должен заниматься вот этой стороной бьющих. Он ходит и постоянно и постоянно входит внутрь процесса. Где может быть тренер? Он может быть как снаружи процесса. Вот я сейчас пока что все время снаружи процесса, потому что вам объясняю. Но я могу точно так же быть и внутри процесса. То есть я могу просто встать сейчас. Олег, можно, пожалуйста, на секундочку? Подержи микрофон. Так, гнило, приготовили. Я красаюсь с ножки. Готов? Так, попробую еще по длине ими. И еще по длине ими залетаем. И еще по длине ими. Еще больше, чтобы подлине ими. Хорошо? Так, она почти получается. Вот так вот тренер, получается, может вставать внутрь процесса или быть снаружи процесса. Он ходит и постоянно рядом с детьми дает указания непосредственно именно в момент выполнения. То есть он может либо сам встать, показать игроку, либо его рукой поделать, либо выдавать все методические указания. Итак, красная гонка у нас вырвалась вперед. Если вы скажете, что это гонка, вы зададите мотив на темп. То есть плотность ударов у вас будет высокая, качество от этого может страдать. А может быть и нет. Если же вы скажете, что нужно не просто, то есть нужно не выиграть в гонке, а просто доехать до конца вашей фишки, то таким образом вы зададите мотив на старание уже, а не на темп. Это понятно? Это очень большая разница, как вы зададите упражнения. Это точно так же касается и различия девочек между мальчиками. Мальчикам, может быть, больше захочется соревноваться в гонках, а девочкам, может быть, захочется больше именно доехать, просто выполнить задание. Итак, у нас еще зеленая гонка едет и желтая доезжает. Красная уже выполнена. Может поехать назад. У нас бывает и так. Подожди, подожди, Леша, приготовься. Молодец. И так уже желтая подъезжает. Здесь точно так же мы можем выполнять не только по линии, это может быть высоко, это может быть близко, это может быть вправо, это может быть слева. То есть вариантов этого упражнения очень много. И вот если вы будете вариативно эти упражнения выполнять, вы и будете развивать удар справа именно как навык, а не просто как технику выполнения только удара. Ваши игроки смогут бить так, как вы их научите. И близко, и далеко, и высоко, низко, сильно, слабо. Так, желтые остаются у нас. Подожди, подожди, не спешите, не спешите, не спешите. А, вы уже обратно поехали. Так, все, спасибо, друзья. Стоп, стоп игра. Молодцы, все справились, все с гонкой справились. Красная у нас гонка уже сделала и второй круг. Эми, чисто. Так, одну минуточку перерыв, друзья, и сейчас у нас будет новое самое упражнение. Итак, вот эти две, вот было у нас две игровые ситуации, подача и прием. Самые-самые начальные. Здесь акцент был только на стабильность. Только я. Еще мы не принимали практически никаких тактических решений. Давайте сейчас начнем детей заставлять уже принимать какие-то решения тактические. Так, что мне надо? Мне нужна вот эта линия. Так. Да, да, сделай, пожалуйста. Собрались, собрались сюда. Подходим, Дима, подходим, Олег, подходим. Так, что мы с вами сейчас будем делать? Мы сейчас построим башню хитрого игрока, хитрого подающего. Кто такой хитрый игрок? Это который подает в разные стороны. Сначала в одну, а потом в другую. Да, это тот игрок, который может бить сопернику и вправо, и влево. Давайте попробуем. Пойди, Ксюша, встань туда. А Эми будет... Ну, давай, Дима, давай, давай. Сейчас, пускай, Дима, хорошо. В следующий раз будешь ты. Дима, положи пакеточку. Итак, вот ваша башня. Значит, если Маргоша... Ой, если Ксюша принимает заранее решение, подумает, куда она будет бить, скажет, куда она будет бить, и если она попадет в зеленую зону, то мы строим зеленый этаж, и если попадем в красную, то красный. Обязательно перед началом удара Ксюша должна сказать. Это будет признаком того, что ты придумываешь, что ты знаешь, куда ты бьешь, и ты бьешь туда, куда ты хочешь, а не просто так. Давайте посмотрим. Правильный удар? Правильный. Значит, Дима, бери фишку и ставь сюда. Ничего, ничего. А, у нас нет второго, да? Давай второй. Дима, приготовься. Так, хорошо. Правильный удар был? Мяч попал, подал к подаче? Подал. Попал. Вот наша башня, да? Посмотрите, нам нужно построить полную башню. Например, одна команда у нас будет, мы заставим ее бить, постоянно меняя направление вправо-влево, а другая команда, которая будет на той стороне, она построит сначала только башню из одного цвета, а потом достроит башню другого цвета. Например, давай сюда желтый и зеленый. Так. Нам сейчас остальные четверо, давайте пока подождем, мы сейчас второй корт не будем использовать. Тарас, посидите, хорошо? Все, и ты, Маргоша, давай, до Дениса. Хорошо, и ты давай, до Дениса. Так, Данил, значит, сначала строим желтые, подожди, где наши желтые фишки? Данил, ты заранее говоришь, куда ты бьешь, и если мяч попал в правильное место, Эйми делает тебе башню. Хорошо? Правильный удар. Если вы заставите сейчас детей во время подготовки к подаче принимать решение, пускай пока они специально сейчас проговаривают его вслух, вы уже заставляете их принимать самые первые возможные для них пока с их умственным развитием, самые первые простые решения. Как обычно выглядит игра на красном корте у начинающих, которую я видел чаще всего на турнирах, подача просто служит, я даже могу это назвать, просто избавляются дети от мяча, а не просто его откидывают на ту сторону и все. Вот с самого начала уже можно их заставлять принимать такие решения, и тогда у них подача уже будет служить не просто вводом мяча, а уже каким-то оружием. А задавая вот эту игровую среду, вы повышаете плотность выполнения тренировки и интерес. подожди, подожди, Данил, ты сначала должен построить только желтую башню, а потом зеленую. Хорошо? Сможешь построить сначала только желтую? Обязательно, когда с детьми общаетесь, устанавливайте с ними обратную связь, потому что очень часто от тренеров всегда идет только односторонняя связь, то есть мы говорим, дети выполняют. если же им сказать, как идет процесс развития обратной связи с ребенком, сначала вы говорите, сможешь ли ты сделать это? Потом вы говорите ему, а сможешь ли ты сделать больше? Потом вы говорите ему, а сможешь ли ты сделать другим способом? Потом вы говорите, а сможешь ли ты сделать это совместно со своим другом? А сможешь ли ты сделать лучше со своим другом, чем другая команда? И в конце можно сказать, что сможешь ли ты уже соревноваться с помощью этого действия с другим соперником? Ну, сейчас вы видите, мы сделали просто правый квадрат и левый квадрат. Точно так же вы можете добавить здесь три зоны, сделать более сложное упражнение. Так, теперь зеленая башня. Как три зоны понятно, да? То есть правая часть, левая часть и центр. Точно так же можно будет, вот три фишки. И вы видите, что в принципе мы не используем большое количество инвентаря. У нас на корте только обычные фишки и самая простая разметка. Самое главное, вы видите, что насколько это детям интересно выполнять эту монотонную рутину. То есть то, что в принципе для других это казалось бы скучно, сколько бы раз они бы подавали бы. Ну, какое-то время подавали, через несколько тренировок это для них уже было бы скучно. А так, с помощью самых простых элементов геймификации мы просто детей заставляем работать на максимум. Так, хорошо. Давай пятерку другу. Давай пятерку мне. Ну, запускай, запускай. Самое главное, для чего они делают, это для того, чтобы в конце сделать фейерверк. Так, собираем его фишки. И сейчас все. Сейчас Данил нас доделывает, и мы собираемся. Молодец, Даня. Чисто. Вы видите, детям это, вот это и была их миссия. Выполнить в конце фейерверк. Но при этом мы, как тренеры, использовали четкую свою методическую цель. Они постоянно принимали решение, куда они подают. И в будущем они это будут уже применять во время игры на счет. Так, собираемся. Так, мне, значит, пять фишек желтых и пять красных. Давай вот так вот. Давай желтый. Итак, наш следующий удар, наша следующая игровая ситуация, снова наш прием, уже более продвинутый. То есть, сейчас, друзья, у нас с вами будет гонка гусениц. Значит, зеленая гусеница. У нее пять ножек. И желтая гусеница. Так, Эми, иди туда, пожалуйста. И Данил еще у меня не был помощником. Данил, ты становись сюда. Даня, клади сюда ракеточку. Все остальные, встаньте, пожалуйста, сюда. Взяли ракетки и послушайте, пожалуйста, внимательно. Послушаем. Что нужно сделать, чтобы наша гусеница доехала до финиша? Нужно... Эми должна выполнить такой удар, который она придумает заранее. Если она захочет, чтобы зеленая гусеница поехала, она скажет... Какой цвет, Эми, скажет зеленый? Если она захочет, чтобы желтая гусеница поехала, она скажет желтый. А кто мне скажет... У желтой гусеницы, у вашего соперника, какая рука? Левая или правая? Какая у меня эта рука? Правая. Левая. А эта? Правая. Правая. Поэтому, если вы увидите, что соперник ваш плохо бьет левой рукой, то мы с вами будем чаще ему стараться бить влево. Так. Эми, ты должна обязательно заранее сказать, куда ты бьешь. Можешь подойти поближе? Подойди, подойди поближе. Давайте посмотрим, правильно или нет. Правильно? Нет. Давай еще раз попробуй. Эми, внимательно. Ракетки, глазки, ракетки смотрят на тебя. Ножки готовятся. Так. Сейчас Эми еще... Ничего, ничего. Сейчас Эми вспомнит, постарается. Так. Еще несколько попыток, и Эми научится. Ну вот, хорошо. Фишка. Делает один шаг. Давайте. Эми сказала, но просто пока тихо. Так. Значит, Маргоша идет на ту сторону. Давайте. Олег, отойди с Маргошей по грани. А вы давайте подождите еще немножко. Подождем, подождем. Так. Давайте посмотрим. Так. У нас еще... А здесь гусеницы, да? Так. У вас будет красная. И... И желтая. И так опять мы создали нашу высокоинтенсивную, плотную тренировку. Благодаря вот таким вот приемам для детей, да, веселым, смешным, они все верят, что это гусеница, что она едет, и она должна обязательно доехать до финиша. Эми у нас постарается довести и желтую гусеницу, и зеленую. Хорошо? Обязательно вначале говорить свет. Давай. Желтый, молодец. Правильно. Вот опять наша рутина превратилась в очень интересную, увлекательную игру. Здесь можно использовать было точно так же и нашу башню, и нашу лесенку, и просто фишки. То есть любой элемент подсчета, любой элемент геймификации в этой игре превратит это упражнение в что-то интересное для детей. Именно поэтому они его и будут монотонно, многократно повторять. А тренер в этот момент и занят корректировкой технических всех элементов. Он или входит внутрь процесса, или стоит снаружи процесса и помогает всем по очереди. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Даня, ты посмотри, спроси у Эми вначале, готова она или нет. Вот. Вот. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, попробуйте, поменяйтесь местами. Поменялись местами. Мы могли либо дождаться, пока команда полностью выполнит упражнение, либо меняться местами. То есть вы здесь уже сами вариативно меняете в зависимости от того, как считаете нужным. Не забываем, что это только просто самая, это сама механика. Это низ. У этого упражнения очень большое количество разновидностей. И мы точно так же можем здесь добавлять и высоту, и длину, направление. Мы здесь, но самое главное, то, что мы приучаем детей, именно принятию тактического решения. То есть они уже играют не только я, как было раньше, а уже я и мяч. Они уже пытаются с мячом что-то сделать. Они управляют мячом. Они его заранее принимают решение, куда они бьют. Если они принимают решение, они уже начинают подстраиваться, работать ногами так, чтобы выполнить тот удар. Именно этот тренер и сейчас должен им подсказывать. Так, друзья, подходим сюда. Подходим, подходим. Сейчас я вам еще расскажу один секрет. Вот, 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 вот. Продолжение следует... Сейчас мы с вами попробуем сделать упражнение, которое у нас делает уже старшая группа. Давайте, послушайте, пожалуйста. Тарас, готов? Все, все готовы? Да. Ракетку возьми, пожалуйста. Мячики давайте сюда мне. Так, кто будет моим помощником? Давай, Ксюша, ладно, на ту сторону. Все, хорошо. Сейчас будет Ксюша, и она будет вместе с тобой, Эмми, делать. Эмми, а ты становись сюда. Да, ракетку положи под сеточку. Как научить детей, это, конечно, упражнение очень сложное для них, но уже сейчас, вот, с помощью этой игровой ситуации, они будут иметь первые представления, которые потом уже будут в дальнейшем развивать. Что значит защита, что значит атака, когда можно бить, когда можно защищаться. Чтобы поехала зеленая змейка, мы должны попасть в зеленый квадратик, да? Чтобы попала желтая змейка, мы должны попасть в желтый. И чтобы поехала красная змейка, нужно попасть в красный. Давайте посмотрим, как они это выполнят. Попал. Попал. Нет, не попала. Так, хорошо, спасибо. Значит, Ксюша. Куда легче тебе попадать? В зеленый или в красный? Куда попадать легче, Ксюше? В зеленый, в красный или в желтый? В красный. В красный. В красный. Почему в красный? В желтой. Она большая. Потому что красная площадка больше, да? А как труднее будет сопернику отбить? С зеленой зоны или с красной? Да, я могу сказать. Зеленый. Зеленый будет труднее отбить. Да, если соперник так станет и попадет неудобно ему будет, он может попасть или в аут? Да, отсюда ему будет неудобно отбивать. А тебе, Ксюша, а ну-ка, встань туда, пожалуйста. Дай мне мячик. Ами, посмотри. Послушай, пожалуйста. Так, внимательно. Давай. Вот сейчас тебе удобно? Значит, если Ксюше удобно, она может бить по углам, да? А если... А ну-ка, давай. А если Ксюше неудобно, например, вот так, ей куда легче попасть? Красная. Поэтому мы сейчас с вами, когда будем это упражнение выполнять, вы старайтесь, если вам удобно, бить... Куда? Куда? Встаньте на место, Тарас. Давай, иди сюда. Правильно. Если вам удобно, вы старайтесь бить по углам. Если же вам неудобно, старайтесь возвращать в середину. Хорошо? А что значит удобно? Это значит, что вы приготовились вовремя. Что... Или вам мячик бросили удобно. Да. Пятерочку сделать. Ну, давай. Давайте попробуем несколько еще раз повыполнять. Удобно? Вот мы сейчас могли бы запустить сразу здесь три пары, они бы играли в эту игру, да? И вот сейчас они бы понимали, что если им удобно, значит они могут управлять мячом. Значит они могут уже атаковать. Если им неудобно, они просто возвращают мяч. Видишь? Чтобы попасть мячик в этот угол, нужно стать еще удобнее. Поэтому, чтобы бить по углам, нужно готовиться очень хорошо. Только тогда вы сможете ударить мяч в сторону. Вот, в принципе, видите, детям по шесть лет они это еще... Вот во время игры им еще это сложно выполнять. А во время такой игровой ситуации, которая проходит в такой веселой среде, уже у них остается в памяти то, что такое защита, что такое атака. И я вам скажу, что во время игры на счет они это очень хорошо в будущем применяют. Так. Все. Спасибо. Давайте построимся сюда и послушаем наше следующее упражнение. Итак, сейчас мы вам показали следующие опять две игровые ситуации подачи и прием, но уже с первыми тактическими какими-то принятиями решений. То есть, уже у нас не только я, но я и мяч. Пришло время к тому, что уже ближе к концу обучения красного корта игрок спокойно управляет мячом. Уже стабильность у нас есть. Он может удерживать мяч очень долго. Пришло время начать бороться против соперника. Сейчас мы с вами попробуем поиграть. Это у нас еще один друг пришел. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Снайпер». Помните? Так. Что нам с вами нужно сделать? Нам нужно сейчас с вами собрать, пожалуйста, все наши фишечки и полосочки. Отнести вы туда до Дениса. Давайте уберем все быстренько. Спасибо. Спасибо. Вибрикаде. Вибрикаде. Да, сейчас, подожди. Так, сейчас мы немножко подготовим быстренько наш инвентарь. Субтитры делал DimaTorzok У меня тут можно одеть вибрикаде. Попробуй. Я могу выбрать. Не надо, не надо. Давайте оденем. А какую? Да, я. Это вот так. А, это вот так очень круто. Вот так. Ой. Вибрикаде. Настя и конь не могут ходить. Вибрикаде. Вибрикаде. Вибрись. Повторой. Вибрись. 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 заморозку у кого будет подача как у снайпера значит дима и лёша мне будет с помощниками дима на становится на подачу лёша идет на заморозку так дай пожалуйста белую фишку и синюю подождите подождите секундочку значит лёша у нас будет у него будет белая фишка у него белая майка точнее у димы и синюю а у заморозки синяя фишка да тебя синяя майка что нужно сделать чтобы поехала фишка снайпера он должен подать так чтобы заморозка не коснулась мяча заморозка у нас не может выходить из домика возьми просто мяч послушать послушать все взяли ракеточки взяли давай попробуем и так лёша каждый раз выбирает разный домик дима подает так чтобы заморозка не коснулась мяча давай сверху не коснулась правильная подача ну можно считать правильно давать отдавали вашего мяч ставь фишку вперед подача должна обязательно попасть в квадрат так следующая попал мяч квадрат не попал в коридор да он вылетел за квадрат подачи поэтому это аут это ошибка фишку ставит кто у нас заморозка занимая новое место отдавая мячик ну попал попал молодец заморозка не коснулась ну что сможете обыграть заморозку давайте здесь вот данил и рита еще станут посмотрите еще такой момент вот мы сейчас работаем по парам да у нас бывает как бы лишние дети да я сейчас просто пока сажу но что можно делать если у вас например нечетное количество что может делать третий четвертый там в паре да они могут как работать он например давайте сделаем так олег ты вместе с димой играешь здесь олег стань сюда ты вместе с димой будешь снайпером хорошо по очереди подаешь имя иди сюда ими ты будешь у них судья хорошо видишь команды белых фишка а это команда синих олег вы по очереди будете подавать хорошо все у вас одна белая фишка так а здесь у нас кто играет даниил у тебя будет красная желтая хочешь желтая у тебя желтая желтый домик а у тебя возьми возьми себе красный так али дима вы получите подаете с олегом хорошо итак а если у вас нечетное количество то несколько ролей можно делать так вот у вас есть судья вы слышите переграйте переграйте давай дима стоим и слушаем судью хорошо так здесь уже на подачи игрок принимает решение относительно соперника то есть он уже не просто так подает туда куда хочет он уже видит где больше пространства и играет свободное место с помощью фишек мы задали игровую среду помните что мы можем создавать игровую среду не только соревновательную но и совместную например у всех подающих будет одна фишка а у всех принимающих тоже одна фишка это уже будет значит совместно соревновательная а не просто соревновательная вот в этих игровых ситуациях вы помните что еще что очень важно от нас это то чтобы мы у детей сейчас задавали те наши ритуалы которые мы должны делать это перед подачей стать приготовиться посмотреть принять решение куда мы будем бить а потом выполнять точно так же и на приеме хорошо меняемся отдавай давай лёша отдавай мячик диме дима бери свой мячик становись за за олегом и жди своей очереди так хорошо хорошо стоп стоп игра и еще одно осталось у нас упражнение на прием умного игрока давайте пожалуйста сюда соберемся и посмотрим как принимают умные игроки хитрые игроки собираемся а а а а а а и и игровая ситуация прием уже с принятием решения относительно соперника давайте у нас тарас иди туда ты будешь подавать остальные остальные все стоят здесь дима останется останется пока останься останется хорошо все имя спасибо сейчас сейчас ты в следующей игре будешь первым хорошо постойте пожалуйста дай пожалуйста мячик и так что должен сделать дима чтобы его фишка поехала вперед он должен опять обыграть нашу заморозку тарас ты подаешь снизу пока просто и после подачи занимаешь любой из домиков хорошо например зеленый желтый или красный обязательно пожалуйста меня не становись время только в желтый и в зеленый и в красный во все домики ты должен становиться по очереди но так как ты хочешь так а дима должен опять обыграть заморозку давай посмотрим дима приготовились коснулся тарас не коснулся значит фишка тараса приходит переходит вперед ой фишка димы двигается вперед так давай еще раз приготовились дима приготовились подожди тарас подожди он готов покажи покажи как мы готовимся попал дима нет это ошибка и поэтому фишку переставляет себе тарас ну вот вот так опять же на трех кортах вместе дети это все бы выполняли и тренеру было бы некогда потому что постоянно нужно ходить всех поправлять всеми управлять так давайте эми вы доиграете вот у тебя исходная позиция эми поставь там а ты пока подожди хорошо давай да давайте по очереди давайте так хорошо помните что детям очень сложно принимать эти решения именно во время игры а вот в таких игровых ситуациях где всего лишь один два удара они еще вполне физически умственно и технически еще могут принимать такие решения и теперь у вас будущем когда дети будут выступать на турнирах просто играть на счет они уже во время приема будут осознанно стараться сыграть туда куда они хотят то есть либо они будут атаковать если им удобно либо они будут просто возвращать мяч если удобно во время подачи они у вас будут стараться бить туда именно куда они хотят они просто так избавляться от мяча особенно прием я знаю почти у всех этот элемент он вообще не тренируется отдельно как элемент есть просто удар справа удар слева у нас же здесь это вынесено в отдельный элемент именно конкретно игровая ситуация прием вы можете задать какие-то свои параметры то есть это может быть там слева справа кроссом линии прием в определенную зону используйте обязательно наши элементы геймификации это какие у нас элементы это наша система подсчета мы собираем фишки мы проходим зоны используйте используйте уровни то есть повышайте уровень сложности упражнения так хорошо друзья давайте попробуем сейчас с вами еще одно упражнение встаньте построились построились пожалуйста вот чтобы они не путались где какая фишка обычно сразу что либо чтобы они выбирали себе фишку либо ассоциация с какие-то там любимым цветом с вещью с ракеткой так строимся 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 мы сейчас успеем только вам просто показать механику не успеем сыграть в эту игру но так нам сейчас нужно будет выполнить научиться новому приему который мы будем использовать в нашей игре у меня будет помощником Ксюша и Эми и Эми остальные постоят посмотрим хорошо как мы назовем нашу супер подачу базука или эйс да можно развивать у детей какие-то знаете уже начинать какие-то собственные коронки то есть какие-то собственные их фишки вот например сейчас у нас упражнение так построились все построились 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 взяли ракеточки правильно Ксюша переставит фишку вперед если она сможет выполнить такую подачу которую Эми не сможет поймать Эми положи ракетку пожалуйста под сетку тебе нужно будет сейчас ловить мячик Ксюша должна попасть обязательно только в квадрат подачи хорошо если Эми поймает мячик значит фишка достается Эми если ты подала так что Эми не коснулась кому фишка тебе отдавай Эми не мячик сейчас кого-нибудь так ну вот видите у этой девочки уже этот элемент есть есть этот навык давайте Леша попробуешь ты иди сюда ты у нас самый маленький так обыграешь так кто фишку поставит Эми потом они поменяются местами и будут играть друг против друга так поймала Эми ставит фишку вот Леша еще нужно практиковать он этот уже близок к этому навыку еще конечно не так и еще один элемент давайте попробуем Эми опять же эта же команда остается у меня сейчас сделаем супер прием встаньте на место все Ксюша стань на место ты бросаешь мячик Леша а он должен принять так сильно чтобы ты не поймала его это будет у нас супер прием кто выиграл кто выиграл Эми ставь фишку Леша постарайся подготовиться пораньше пораньше замах и придумай куда ты будешь бить молодец кто выиграл Леша Леша ставит фишку то Система подсчета может быть любая она может быть помните самостоятельная совместная совместно соревновательная либо соревновательная вот конкретно сейчас она полностью соревновательная то есть один соревнуется друг против друга очень хорошим способом будет Если вы будете детям самим предлагать выбрать уровень сложности, то есть чтобы они сами выбирали. Точно так же, как в компьютерных играх. Вы выбираете, вы играете на легком уровне, на среднем, на сложном. Давайте сейчас в конце мы попробуем одну игровую ситуацию уже оба на задней линии. Как у нас дети начинают уже пытаться завязывать розыгрыши между друг с другом. Эми, подойди сюда, пожалуйста. Построились. Наше главное упражнение осталось. Итак, у нас есть змейки. Зеленая, желтая и красная. Сейчас у нас будут три команды. На красных будут играть Эми и Данил. Они будут вести красную змейку до сетки. На зеленых фишках будут Дима и Олег вести желтые фишки. И две девочки будут вести красные фишки на Атарас. И кто у нас еще остался? Леша, вы пока подите, пожалуйста, отдохните. Так, выбирайте, сколько вы хотите, чтобы у вашей змейки было ножек. Сколько ножек, столько ударов вы должны сделать, чтобы ваша змейка сделала один шаг вперед. У вас красные. А у вас? А у вас? А у вас красные. Подожди, у вас красные. У них желтые. А у вас, значит, зеленые. Иди к Маргоше и выбирай, сколько у вашей змейки. Ну, ставьте себе пятнадцать. Давайте. Ставьте себе вот здесь вот змейку из семи ножек. А? Я ищу стих. Все? Ставь, ставь, ставь. Все, и начинайте. Сейчас мы детям предложили самим выбрать уровень сложности. Сколько у змеек ножек, столько ударов нужно сделать без ошибок, чтобы змейка сделала шаг. Ну, вы видите, кто принял какое решение. Значит, команда красных у нас, получается, набивает шесть ударов безошибочно, и их змейка двигается вперед. Команда желтых должна выполнить сколько ударов? Пятнадцать ударов, чтобы ваша змейка сделала один шаг вперед. А команда зеленых должна сделать пять ударов, чтобы сделать шаг вперед. Вот сейчас здесь как раз очень хорошо и видно отличие мальчиков и девочек. Девочки всегда хотят, чтобы у них получалось, чтобы у них было правильно. То есть они делают больше с мотивом, с акцентом на старание. Поэтому они и выбрали, видите, всего лишь пять фишек, потому что для них главное, чтобы получилось. Мальчики, им все равно, они пока еще не настолько хорошо понимают. Они просто, видите, безбашенно взяли пятнадцать фишек и считают, что они легко набьют пятнадцать ударов. То есть у них, они больше любят соревноваться, им нравится любой вызов. Вы можете... Если у вашей змейки два, две ножки, значит, это получается двоечка. Ваши игроки делают всего лишь два удара. Вот лучше начинать пока вот с таких змеек. Потом можно добавлять три, предложить детям четыре, ножки пять. А потом предложите им уже самим выбрать уровень сложности. Понятно? Ну, это мы уже сейчас перешли к игровым ситуациям оба на задней линии. Единственное, просто я сейчас вам показал, как мы сюда включаем именно нашу игровую среду. Как мы задаем мотив на старание. Я вам скажу, что любой ребенок будет мечтать змейку сначала провести из двух ножек, потом из трех. А если вы им скажете, что старшая группа доводит змейку из десяти ножек, так они будут, несмотря ни на что, биться до последнего, пока не выполняют это упражнение. Хотя они знают, что это упражнение сложное. И они будут пытаться выполнить его так, как выполняет старшая группа. Мы используем очень много игр на счет. Вы ведете только свою змейку, хорошо? Вам чужая змейка не нужна. Во время этих игр мы используем очень много игр на счет, где можно с помощью правил подсчета, правил игры как-то задать мотив. Вот у нас очень много игр, где мы задаем мотив на подачу или на прием. Помните, что если, например, вы сделаете разделение правого и левого квадрата во время подачи, вы уберете у детей преимущество подачи. То есть они будут стараться лишь бы просто подать. Они не будут чувствовать, что подача дает преимущество. Если же вы разрешите детям подавать в любую часть корта, они уже будут знать, что подача – это их преимущество, и они не будут бояться выполнять ее сильно. И это им приведет мотив того, что подача является их оружием, их каким-то приемом. Я не хочу сказать, что мы не занимаемся как-то техникой. Я хочу дать понять, что навык, он должен обучаться с помощью техники. То есть не нужно учить техники только ради техники. А вот конкретно здесь, сейчас, в этих игровых ситуациях, и нужно обучать техники, чтобы получать непосредственно результат сразу. Так, ну что, спасибо нашим юным друзьям. Спасибо, спасибо. Значит, каждый из вас, когда был в младшей группе, получал наклейки добрых помощников. Помните такие добрые помощники? Да. Это дети, которые помогают убирать тренеру в конце тренировки. Мы сейчас собираем все наши фишечки, лесенки, блинчики, все убираем, собираем.